Слушайте, вот обожаю нашу системную оппозицию, вот этих вот доморощенных ребят, выросших в системе. Это могут быть какие-то бизнесмены, это могут быть какие-то выходцы из каких-то парламентских партий, которые, в общем, любят и ценят там, и которые строят из себя постоянно оппозицию. Почему они и называются системная оппозиция? Потому что они в системе. Вы никогда за ними не наблюдали? Вы никогда не слушали, что они говорят? А говорят они всегда лозунгами. Но говорят всегда правильно. Вот если вы послушаете, они говорят классные, красивые речевки толкают. Я буду бороться с коррупцией, я против полицейского произвола, я против единой России, я против жуликов и воров и так далее и тому подобное. Но если проанализировать и попытаться понять, а против кого он конкретно? Потому что у коррупции, у коррупционеров есть фамилии, есть имена. Кого конкретно этот человек имеет в виду, когда говорит, я буду бороться с коррупцией? Единая Россия, слушайте, ну это просто название партии и ничего больше. В единой России есть люди, у них есть тоже имена и фамилии. С кем ты собираешься бороться? Матвиенко, Володин, я не знаю, Валуев, так кто угодно, Куйвышев, Собянин. Назови хоть одну фамилию, я буду бороться с единой Россией. Слушай, то есть тебе не нравится единая Россия, а если завтра они сменят вывеску и будут не единая Россия, а, например, прекрасной Россией, то ты с ними уже не будешь бороться, тебя будет все устраивать. И так далее и тому подобное, будут против правового беспредела. К какому ведомству у тебя претензии? Полиция, Росгвардия, прокуратура, Следственный комитет. Ты можешь назвать фамилии, имена хотя бы министров, там, колокольцев или золотов. Ты с ними собираешься бороться? Им собираешься противостоять? Нет. Они все время говорят, повторюсь, речевками, толкают лозунги и ничего больше. Попытайтесь найти конкретику в их словах, вы никогда этого не увидите. Сейчас объясню, к чему я. Ну и теперь к конкретике поговорить хотелось о казнокрадах. Предыстория такова. Ко мне обратился бизнесмен из лондонского списка. Сейчас вы его увидите из так называемого лондонского списка. С этим человеком я познакомился много лет назад. Он тогда возглавлял одно очень крупное предприятие, которое производило рельсовые скрепления для Министерства путей сообщения. Это было единственное предприятие на всю страну, которое эти рельсовые скрепления делало. Как вы понимаете, ну, в общем, владеть таким заводом было неплохо. Потому что заказчик МПС, читай РЖД, у тебя эксклюзив на поставку. Человек подвергся рейдерской атаке. Его завод понравился неким людям. У него решили этот завод отжать. Продолжались эти баталии там два, что ли, с половиной года. Сейчас не помню. В конце концов, завод отжали. На него, на самого возбудили уголовное дело. Не возбудили, фальсифицировали. На него и на его брата они вместе работали на этом заводе. Вот он-то успел соскочить и уехал тогда, в общем, в Лондон, чтобы его не посадили. 15 лет он прожил в этом Лондоне. И потом, когда наши российские власти заговорили о том, что давайте возвращать наших бизнесменов оттуда из-за бугра. Они нам как бы нужны. Нам нужны их мозги. Нам нужны их навыки. Нам нужны их инвестиции. И, в общем, эти люди начали постепенно возвращаться. Вот этот вот человек один из таких вот людей, входящих в лондонский список. Их вообще много. И обратился он ко мне с одной очень интересной идеей. Буквально полторы минуты. Вот прям его обращение частично он его показывал. Но посмотрите полностью. Я представлюсь, я Сергей Копчук. Я почти 15 лет провел в Великобритании из-за сфабрикованного в России обвинения. Но я ничего не украл и не вывез из страны. Поэтому я смог вернуться на родину. И сегодня я создал публичное обращение к Борису Джонсону, премьер-министру Великобритании. Которое звучит. Конфискованные лондонские капиталы чиновников России и СНГ направить на борьбу с пандемией. Сегодня Британия арестована около 400 миллиардов рублей активов, которые не могут объяснить их собственники. Так называемые unexplained wills order. Можете себе представить, что только в марте месяце в России всего 300 миллиардов рублей было выделено всего на борьбу с пандемией. Михаил Мишустин заявил, на борьбу с инфекцией будет выделено 300 миллиардов рублей из бюджета. Это поможет сгладить удар по нескольким отраслям, поддержать людей, в первую очередь врачей. И 440 арестовано в Лондоне. И мы предлагаем Борису Джонсону и правительству Британии as a good will, как добрая воля, направить их напрямую на то, чтобы были потрачены эти деньги на средства защиты индивидуальные для наших врачей, помочь им в борьбе с этой бедой. Я могу сказать, что вообще это нонсенс. Потому что вы можете себе представить, чтобы элита Израиля хранила свои деньги в Тегеране. Наверное, нет. Но у нас такая реальность. И вспоминая вот Фролин Брюснер о Кавке проце, знаменитая книга, которая говорила странно, почему я вам запрещаю то, что вы сами себе должны запрещать. И первыми ласточками, в кавычках, скажем так, известные кейсы, которые в Британии сегодня на слуху, это Дорига Назарбаева и Замира Хаджиева, которых активы были арестованы в Британии. Одна из них попала в тюрьму. Дорига Назарбаева два дня назад буквально потеряла пост председателя парламента Казахстана. В принципе, идея на самом деле мне понравилась. Я сейчас даже не столько о вот этой вот петиции говорю, хотя и оно тоже. Это здорово, это замечательно, что арестованные деньги можно направить на борьбу с пандемией, которая у нас никак не закончится. Тем более, что нам постоянно наши местные власти говорят, денег нет, но вы держитесь. Но меня-то эта история зацепила не поэтому. Люди там, они дорожат своей репутацией, поэтому, когда они увидели, что слишком большое количество россиян открывают свои счета, в тамошних английских банках, начались какие-то проверки. Выяснилось, что очень многие, большое количество вот тех счетов принадлежат чиновникам, то есть госслужащим. У меня бы, наверное, тоже возникли вопросы, потому что, ну как такое может быть? Человек в России, работая чиновником, согласно декларации о доходах, которую он подал, заработал он там в 2018 году, например, 5-10 миллионов рублей. За это же время, в том же 2018 году, человек наоткрывал счетов в банках английских в общей сложности в пересчете на российские рубли, там на 500 миллионов рублей. Это, что ему начинают задавать вопросы, и вот если человек не может объяснить происхождение этих денег, счета арестуют. Идея классная и здорово, что хоть кто-то занялся борьбой с российскими коррупционерами. И повторюсь, вот об этом, собственно, я хотел поговорить, но оказалось, что мой сегодняшний гость Сергей Александрович Копчук не готов разговаривать вот в таком ключе. Более того, он несколько побаивается, он не хочет ни с кем ссориться, он мне объяснил, потому что по всей вероятности он пойдет избираться в Государственную Думу в 2021 году. Сейчас, насколько я понимаю, он ведет переговоры с какой-то из парламентских партий, под флагами которой он туда пойдет, поэтому, в общем, обострять ему бы не хотелось, да там через 10 дней у него какое-то судебное разбирательство. Вот, зачитаю буквально сообщение, которое мне от него сегодня пришло. Александр, привет, ты видел анонс, отменяем эфир, извини, я в этом участвовать не буду, тем более против Путина, я не сторонник Навального, разумеется, я начал задавать вопросы, я не понял, при чем тут Навальный, при чем тут Путин. Смотря на то, что мы все до того как обсуждали, зачитай, пожалуйста, мое объяснение, почему я посчитал невозможным принять участие в эфире, я не являюсь сторонником Навального, еще раз повторяет этот человек, я не считаю, что в ЕР, в Единой России, все сплошь жулики и воры, как и не все арабы-террористы. Почетно, конечно, оказаться на одном баннере с президентом, но не под вывеской казнокрады. И вот теперь объясню, что меня вывело, в конце концов, на эмоции, с чего я, собственно, и начал. Почему вот эти вот все наши доморощенные оппозиционеры, представители системной оппозиции, да, они, в общем, начинают-то вроде все красиво, они начинают, вроде смотришь, классная, интересная, здоровская идея, да почему ее не развить, и тебе кажется, что человек сам этим болеет, а как до дела доходит, он в пусты. Во-первых, с президентом они все не хотят ссориться. Вот все, как один, любого спроси, любого действующего депутата или просто представителя, даже не депутата, а просто активиста той или иной парламентской партии. Ни один из них с критикой на президента никогда не обрушится, ну его нафиг. Ну и остальное, повторюсь, никогда никакой конкретики. Ребят, а зачем мне это? Вот я к вам хочу обратиться, сейчас начнутся избирательные кампании, уже потихонечку как раз начнутся готовиться к ребятам 21-го года, а нахрена нам такие кандидаты? Ну вот так вот, если мы включим телевизор, там тоже в программе у Соловьева с утра до вечера все борются с коррупцией, вот их как не послушать, они все борются с коррупцией. Вот только на выходе, пшип, потому что непонятно с кем конкретно они борются, но давайте вспомним самое громкое коррупционное дело, помните там 7-8 летней давности скандал Сердюков-Васильева в Министерстве обороны, когда увели какое-то сумасшедшее количество денег, там в нулях можно запутаться, просто украли, по сути тут речь идет даже не о коррупции, украли из Министерства обороны, подорвали обороноспособность страны, это сродни измена Родины, я считаю. Помните, как пропагандисты Рьяна начали, сначала туда прикрутили министра Сердюкова, но оно и понятно, такие суммы без подписи министра не могут пропасть, затем министр Сердюков из разряда обвиняемых перешел в разряд свидетелей, потом вообще в разряд случайных прохожих, свалил все на его боевую подругу, с которой у них были отношения, потом оказалось, что и боевая подруга ни при чем, вот сейчас, если мы залезем в интернет и попытаемся разобраться, так кто же украл-то эти деньги, а никто. То есть крайнего там так и не нашли, деньги пропали, а кто их украл, никто не знает, но дело было, с коррупцией боролись, и вот эти вот системные оппозиционеры, они точно так же, они на эмоциях людей рассказывают вот эти вот сказки, а с чем они бороться собираются, я так и не понимаю. К какому выводу я сегодня пришел в очередной раз, по всей видимости, спасение утопающих будет делом рук самих утопающих. Я думаю, все-таки не зря мы эту тему подняли, мы ее будем развивать, я буду искать кого-то более смелого из этого лондонского списка, и обязательно, обязательно мы ее поднимем, тиражируйте ее по другим блогерам, потому что об этом стоит говорить, иначе эту гнилую систему не победить. Спасибо, что вы слушали, это была реальная журналистика сегодня, вот так. Ну и хорошей вам недели, все, пока, пока!